Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Степанов и это 30-й выпуск нашей рубрики Fresh Talk, в которой мы вместе с вами стараемся интересно обсуждать новости из жесткого и не всегда спокойного мира ММА, бокса и прочих кулачных радостей. Самые внимательные зрители нашего канала могли заметить такой долгий простой, недельный простой без видео, к сожалению, вставляют нам палки в колеса стремительно несущегося контента, но останавливаться мы не намерены и в ближайшее время здесь будет больше всего самого интересного и самого острого, поэтому подписывайтесь, чтобы точно ничего не пропустить, всем, кто с нами, большое спасибо, а кто не с нами... Ну а начнем мы сегодня с позитивного, а именно с победы Вадима Немкова над Филом Дэвисом. В 2018-м они подрались впервые и тогда вопросов осталось много, в основном связаны они были с раздельным решением, которое ушло в пользу Вадима. Перед реваншем многие говорили, мол, Немкому не хватит выносливости, Дэвис в пяти раундах заберет и все такое, но стоит признать, что причины для таких прогнозов были. Тем не менее, в самом бою Вадим продемонстрировал серьезный прогресс и за 25 минут очень уверенно победил. Ну и мы уже на наглядном примере, на возможности сравнить до и после, убедились, что критика раз за разом прилетающая в старый оскол, мол, надо бы вам потренироваться еще где-то, там вы уже не растете и все такое не всегда обоснованно. Далее, конечно же, турнир UFC в минувшие выходные, там тоже было что-то, что можно обсудить, но, естественно, кроме доминирующего выступления Роберта Уитекера. Александр Романов, русский тяж из Молдавии, получил первую по-настоящему серьезную проверку в UFC. Бой против 40-летнего Хуана Испина, который по набору навыков и сильных сторон буквально копия Романова, тоже круто борется, тоже физически силен и тоже здорово умеет проводить приемы. После первых двух раундов полное ощущение равенства. На стороне Романова статистика по нанесенным ударам, на стороне Испина проведенные тейкдауны, 4 против 2. Через минуту после начала третьего раунда фиаско. Хуан заряжает Александру между ног и тогда, наверное, никто не мог предположить, что Романов больше не поднимется до самого объявления победителя. Александр общается с членом комиссии и рефери. Через переводчика говорит, что не может разогнуть ногу, уточняет, что будет, если он не сможет продолжать бой, ну и, видимо, под воздействием желания донести что-то самостоятельно, произносит фразу, которая уже расходится на мэм. После этих слов Марк Смит сигнализирует об окончании поединка, выносится техническое решение, потому что прошла уже большая часть поединка и победителем признают Романова. Но создалось впечатление, что Александр и сам не очень рад тому, как именно все закончилось, ну а мы желаем ему, безусловно, скорейшего выздоровления. Вполне возможно, что получится записать в ближайшие дни интервью, чтобы узнать все подробности этого инцидента, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Третья, наверное, тоже очень ожидаемая тема. Свой второй бой за последние полгода на голых кулаках провел Сергей Харитонов. Случилось это в рамках нового проекта Амирана Сардарова. Сначала там отбивали пощечины, а потом кулаки друг об друга. Соперником Харитонова должен был стать не очень успешный боец ММА Джеймс Макс Винни, но увидев, что Сергей показал на весах 132 килограмма, это на 12 больше распространенного лимита в тяжах, от поединка Джеймс отказался. На замену нашелся еще чуть менее успешный боец ММА Майк Хук. Харитонов победил за полторы минуты и три нокдауна. Три, четыре, только вперед! Ура! Буквально на днях спортивные и не только издания разрывали новости под заголовками типа «13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу». Давайте же посмотрим, что там случилось. Итак, дело было 8 апреля на турнире «Время легенд», который проходил в Грозном. В его рамках состоялся целый ряд боксерских поединков, среди которых было два боя с участием сыновей Рамзана Кадырова. Один завершился победой, продлившись всю дистанцию, и он не привлек особенного внимания. А вот второй с участием Адама Кадырова сейчас обсуждают очень многие. Идет второй раунд. Аслан Бетиров и Адам Кадыров проводят бой в конкурентной манере, часто размениваясь ударами. И один из таких разменов по какой-то причине прерывает рефери, отчитывая Бетирову нокдаун. Разведенные руки Аслана сполна отражают то, с каким чувством на это можно смотреть даже со стороны. Полное непонимание. Далее из угла Бетирова летит полотенце, и бой закончен. Ну и реакция комментаторов однозначно и понятна. Рефери подсчитал счет. И полотенце выбросили. Довольно непонятно, если честно. И в итоге зачем все это, для чего, из-за чего. Боязнь ли это, или желание оказать просто медвежью услугу, или еще что-то неведомое. Но в итоге кому от этого стало лучше. Такой исход, мне кажется, не несет никакой пользы ни победителю, ни проигравшему. Ну а единственная мысль, которая пришла мне в голову после увиденного, даже, наверное, не мысль, а какая-то надежда, это то, что у Аслана Бетирова, у парня с, очевидно, большим сердцем, с большими спортивными амбициями, найдется в углу человек, который ему объяснит свои действия, объяснит то, что произошло. И объяснит так, чтобы у Аслана не возникло желание бросить спорт. Я думаю, мы вместе с вами будем с удовольствием следить, как у этого парня будет развиваться карьера дальше. У Гаджимурада Антигулова, недавно уволенного из UFC, началась в жизни черная полоса. В декабре прошлого года все обсуждали очень скандальное видео. На кадрах Антигулов сначала кидается в девушек, сидевших за соседним столом куриными ножками, а потом инициирует драку с человеком, который сделал ему замечание. Но не выходит из нее победителем. И теперь к Гаджимураду пришла домой полиция по поводу той самой истории и обнаружила у него дома оружие. Я утром пробежку делал в тарках, нашел это оружие, не успел передать его сотрудникам полиции. Что за оружие, я не разбираюсь, нашел его в тарках, хотел передать сотрудникам полиции, не успел. Я еще болел чуть-чуть коронавирусом, дома был, объясняет сам Антигулов. Да что такое? Бля, закинул я тебе сушить в гулу. Ну и напоследок новости экспресс форматом из разряда, чтобы вы были в курсе. Легендарное шоу The Ultimate Fighter возвращается. 29 сезон стартует 1 июня. Брайан Артега и Алекс Волкановский главные тренеры. На самом деле это прям потрясающий проект и очень здорово, что он возвращается. Ведь в свое время он нам дал таких бойцов, как Роус Намаюнес, Роберт Уитакер, Келвин Гастелум, Нейт Диас, Тони Фергюсон, Ти Джей Дилашоу, Кевин Ли, Элли Эквинта. Перечислять можно реально бесконечно. Поэтому с нетерпением ждем, что же мы увидим в новом сезоне The Ultimate Fighter. Блогер Джейк Пол сообщил, что его бой по правилам бокса с бойцом ММА Беном Аскареном продал полтора миллиона платных трансляций. За почти 30-летнюю историю UFC лишь три события обгоняют этот показатель. Ну и это примерно все, что нужно знать на сегодняшний день об интересе людей к единоборству. Бой с участием Хитага Плиева, в котором он едва не потерял палец, признан несостоявшимся. Такое решение было принято после обсуждения ситуации с врачами, рефери и обоими бойцами. Ну вот, Хитаг остался и при нетронутом рекорде, и при целом пальце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok